Ну что, друзья, вот уже, наверное, два года и 100 тысяч километров, как я убиваю свой двигатель. Ну, как мне, по крайней мере, писали. В общем, 100 тысяч километров я уже на газе. Сейчас мы едем на ТО, мы будем делать ТО именно газа. И я хотел бы снять такое видео, два года эксплуатации газа или 100 тысяч километров на газовом оборудовании. Плюсы и минусы газа. Поехали, посмотрим, что у меня там под капотом. Вот так вот два года назад я подъезжал к этому же точному месту для того, чтобы установить газовое оборудование. И сейчас я приезжаю просто на ТО. Но вы не должны забывать то, что у меня установлено газовое оборудование. Это значит, что у меня два вида топлива. И бензин, и газ. И в любой момент я могу переключиться с газа на бензин, и бензин-газ. И, в общем, ехать, причем точно так же, что на газе, что на бензине. Друзья, я никого не ангажирую, никому не рекламирую установку газового оборудования. У нас же все-таки блок. И блок посвящен мне, моему автомобилю и моей жизни. Поэтому я рассказываю то, что со мной происходит. И за эти два года я ездил на газовом оборудовании. При открытии капота мы видим, что двигатель весь высох. Гаж засушит двигатель. Самый главный вопрос, что же там в цилиндрах? Что же там происходит с клапанами и с цилиндрами? Давайте посмотрим тогда сразу именно. Цилиндры. Причем здесь цилиндры и газ, если цилиндры смазывает масло. То есть, если так разобраться, то бензин это, соответственно, жидкое, а газ это газообразное. И бензином, капельками бензина легче смыть со стенок цилиндров масло, чем газом. Соответственно, и газ, он как бы в этом плане безопасен. То есть, масло лучше остается на стенках цилиндров. Это раз. Второе. Мы делали здесь же видео у Ромы, где мы сравнивали масло на газе и масло на бензине. Мы делали тесты, то есть, два автомобиля такси, ездили 10 тысяч, потом мы отдали в лабораторию. И, соответственно, показало результаты определенные и показало то, что масло на газе сохраняет свои свойства гораздо больше, чем на бензине. То есть, масло не окисляется так, как на бензине. И это и показывает, во-первых, лабораторные анализы, но это и видно, когда сливаешь масло. Масло более прозрачное. Такое, оно прямо как янтарное, практически не черное. Это говорит о том, что меньше процессов сгорания, меньше процессов окисления. Но и топливо, бензин сам не участвует в этом процессе сгорания и смешивания с маслом. Ну, давайте заглянем, сейчас буду разбирать здесь, что же там все-таки. Горяченькое. Так, и что мы видим уже по состоянию свечей? Есть какой-то налет. Если поближе возьмешь, видишь налет. Причем это уже, ну, как бы я знал, что у меня есть налет такой, есть налет на клапанах. Я думаю, может, это масляные присадки какие-то, но опять же, может быть, они попадают. Сейчас мы разбираемся даже. Вот есть такая картинка. Диагностика двигателя по состоянию свечей. Если мы берем, основываясь на эту картинку, это у нас такого цвета, значит, что в топливе богатое количество присадок. Как правило, в бензине написано. То есть, да, есть бензины некачественные, в котором много металлосодержащих присадок для повышения октанного числа. И вот именно они оставляют такой вот красноватый налет на свечах и далее. Как я пытался выяснить, что из-за газа такого произойти не могло. Ну, не знаю, посмотрим. Налет красноватый и здесь тоже. Тут-то газ никак попасть не может. И на катушках. Вот здесь, вот смотри, вот на этой катушке вообще со всех сторон. То есть, я так подозреваю, что это из-за масла. Какой-то ржавый налет здесь везде. Сейчас мы все рассмотрим. Так, ну давай. Вот, примерно, вот так сразу сперем. О, сейчас кто-то скажет, все, это у меня задиры. Вот эти полосы. Видно, что хон сохранился. Вот, и есть полосы от работы цилиндров. По мне это просто полосы. У меня на акценте такая же вещь. Состояние клапанов. Клапана, смотри. Так, вот этот налет, он красноватый везде. Так, в принципе, седла нормальные. Клапана тоже нормальные. Но я так думаю, сейчас кто-то разглядит что-нибудь, что здесь все. Мне уже двигатель пора приговаривать. Так, давай сейчас посмотрим другой цилиндр. Давай третий. Тут тоже уже с маслицом немножечко. Так. Тут точно такая же картина. Вот какие-то полосы. Что это, задиры? Это не задиры. Вот эта полоса как будто глубокая. И вот здесь я уже смотрю, что что-то похоже на что-то серьезное. Что у нас наверху? Тут уже больше отложений даже, да, каких-то. Видишь, вот на выпускных клапанах. Там, где нагрев больше происходит. Здесь чуть-чуть больше у нас отложений каких-то. Бензин какой-то плохой, что ли. Хрен его знает. Кто мне объяснит? Профессионалы есть у нас тут в чате. Вот здесь, где кольцо останавливается, как будто чуть мое маслицо, да, вот здесь закидывает камеру сгорания. Блин, очень интересно. Твердый цилиндр как будто потемнее. Вон есть, но опять же, на этих, на местах, где порсинг раскачивается, то есть есть вот эти вот полосы. Состояние клапанов. Клапаны не прогорели. Вон, кстати, видно, видишь, открытый клапан. Туда можно заглянуть. Самое интересное, что там все дальше все блестит. Видишь, где? Там форсунка, вон, вида. И там все блестит, там, где форсунка. А вот здесь именно почему-то все желтоватое. Так. Первый цилиндр. Полосы, полосы, все те же полосы везде. Вот по бокам клапана выглядят вот так. Так, а вот это состояние у нас самого двигателя внутри. Посмотри, как все блестит. Здесь маслицо есть, видно. Ну, блестит все, видишь? Блеск, блеск, блеск. То есть желтых отложений нет. Газ не так сильно окисляется. Вон, смотри, цепь, видишь? Цепь блестящая. Попробуем, замерим, значит, сейчас компрессию. Установили вот такой шланг. Ну, будем со шлангом замерять. Думаю, что он у нас не проскочит. Так. Просто подержишь? Чтобы не упало. Все, нормально. Так, следующий. Тоже 12, да? Ага. Почти 13. Отлично. 14, слушай. 13-14. Так. Так. 13,5, да? Ну, тоже 13, да, где-то. В районе того. Компрессия нормальная? Так что то, что там полоски какие-то, это будем смотреть уже в дальнейшей эксплуатации, что там будет дальше. Уже когда будет ресурс у нас за 200, будем смотреть, что там дальше. И компрессия, и полосы, и вообще за состоянием двигателя нужно теперь смотреть получше. Свечи, я так думаю, свечи нужно будет поменять все-таки, а не в каком-то налете. Вот давайте посмотрим, из-за чего этот налет. Кто знает, расскажите, пожалуйста. Давайте. Я, честно, не знаю, откуда налет. Если учесть то, что двигатель 90% времени ездит на газе, бензин практически не включается, он запускается только с бензином с утра. Может быть, пока на холодную, пока холодный бензин запускается, и вот это происходит на холодную, а потом почему не промывает, не знаю, не знаю, не знаю. Но факт то, что такое происходит. Давайте устанавливаем теперь все обратно. Стоимость топлива взлетела, и содержание автомобиля становится все дороже. Но я знаю, как выгодно приобрести товар для своего автомобиля. С этим поможет Мегамаркет. Там до 31 мая действует повышенный кэшбэк до 50% на автотовары. Я проверял на днях на Мегамаркете ассортимент, и он там, кстати, очень большой, и присмотрел себе на свой RAV4 летнюю резину. Так вот, 4 шины мне обойдутся в 40 100 рублей, а кэшбэк составит 12 032 бонуса, ими можно оплачивать до 99% от стоимости следующих товаров. Однозначно выгодно. А еще есть преимущество повышенный кэшбэк для подписчиков Сберпрайм и Сберпрайм+. А также бесплатная доставка. Ну и, конечно же, нужно воспользоваться промокодом АВТОВЕСНА на дополнительную скидку в 3000 рублей при первом заказе от 15 000 рублей. Конечно, вдобавок к выбору автотоваров, мне также нужно заняться приобретением бытовой техники. И здесь на помощь приходят Мегамаркет, где уже вовсю идет акция Технолета, предлагающая массу привлекательных скидок. Все детали акции вы найдете в описании к данному ролику. Спасибо за просмотр. Ну а что, теперь проверим мифы о газовом оборудовании. То есть говорят, что скорость горения газа гораздо выше, чем бензина. На немного скорость выше. Но опять же, если газ и бензин находятся в одинаковых условиях под давлением, то скорость горения не такая уж и высокая у газа, мы говорим. То есть и температура, получается, у газа и бензина, она практически одинаковая. Давайте мы сейчас проверим. Мы замерим температуру выхлопного тракта, то есть глушителя, на бензине. Сначала прогреем двигатель на бензине, а потом переключимся на газ и посмотрим, поднимется ли температура. У нас сейчас двигатель холодный, по идее прогрелся. Запускаем сейчас, ставим бензин. Устанавливаем мы где-то вот так, 2,5 тысячи оборотов. 2,5 тысячи, вот так вот, будет держать, хорошо. А я буду замерять, сколько температуры выхлопа. 2,5 тысячи устанавливаем. Сейчас я дождусь, пока он это, до температуры дойдет. Так, мы сейчас снизу отсюда будем снимать. Температура выхлопного тракта где-то в районе 270. Вот в это место буду я вот так вот светить. И будем дальше замерять. Сейчас он повысит обороты и будем смотреть. Так, начинаем газовать. Через минуту у нас уже температура 350 градусов. Уже температура повыше. Так, 52 минуты. 420. Включился вентилятор. Охлаждение. До трех минут доведем. И все. Итак, у нас 2,57 и 3 минуты. И в итоге температура у нас 440 градусов. В итоге, значит, у нас температура была где-то 440 градусов. Сейчас мы ждем, пока остынет. Переходим на газ. Прогреваем его. Посмотрим, какая температура на холостых оборотах. И, соответственно, на течение трех минут на оборотах 2500. Устанавливаем 2500 оборотов. И погнали. Температура пошла повышаться. У нас минута. Так, 2 минуты у нас 380. 390. Ты смотри, 3 минуты 390. Я не понял, а в чем прикол такой? Уже 3 минуты 15 секунд. Смотри, 350. Ну-ка, Лех, продолжай. Продолжай. Сейчас газ включен, да? Офигеть. Лех, температура гораздо ниже сейчас, прикинь. Все, хорошо, заканчиваем. Вообще, ну-ка, сейчас пойду еще раз замерю. 400. Прикинь, температура ниже даже на газе. Кто там говорил, что температура повышается в выхлопном тракте? Проведите самостоятельный эксперимент, пожалуйста. Возьмите пирометр. Это очень просто. Офигеть. Миф разрушен. Ты прикинь, на 20 градусов меньше. По поводу температуры. Температура может быть выше на газе, если смесь будет бедная. Соответственно, температура для ее сгорания нужна гораздо больше. Соответственно, она образует температуру в камере сгорания гораздо выше. И отсюда и клапана могут перегреваться, прогорать клапана, и выхлопной тракт перегревается так же точно. Но, как мы сейчас с вами замерили, что температура у нас на 20 градусов даже ниже. И причем это норма. Вот мне сейчас ребята подсказали, что это норма для газового оборудования. Если она правильно настроена, то температура может быть даже ниже, чем на этом. То есть клапана не перегреваются на газе, если оборудование правильно настроено. Так, ну и что касаемо экономии. Сколько я сэкономил за 100 тысяч километров? Здесь невозможно просто взять за два года, высчитать все платежки. Но я так могу сказать сейчас. В основном там 98% я ездил на газе. И у меня не стоит до впрыск топлива. То есть у меня полностью на всех оборотах идет впрыск газа. И что можно высчитать? Значит, полный бак бензина. У меня 55 литров или там где-то 50... Ну да, 55 литров посчитаем. То есть он обходится мне сейчас на 2750. То есть заправить полный бак бензина 2750. Хватает его примерно на 380 километров. Ну и то есть, соответственно, простая арифметика. 2750 делим на 380, получаем 7,2. Это обходится мне 1 километр на бензине. Также точно мы подсчитываем на газе. Значит, бак стоит у меня небольшой, терроидальный, 52 литра. Полный бак, значит, выходит 1196, почти 1200. И хватает этого на 350 километров в таком умеренном режиме. И среднее, получается, 1 километр обходится мне в 3 рубля 40 копеек. 3-4. То есть это уже в 2 раза меньше. Какой бы расход ни был, но вот так вот и обходится. Далее мы считаем, просто берем 100 тысяч километров и умножаем на 7,2. Это средний расход на бензине. И получается, что у меня я бы за 100 тысяч километров отдал бы 720 тысяч рублей. Если бы я проехал на бензине. А на газе у нас получается те же самые 100 тысяч умножить на 3,4. Получается 340 тысяч рублей. И в итоге, простая арифметика, 720 минус 340, получаем мы 380 тысяч. Отсюда вычитаем мы, значит, 40 тысяч за установку. Я отдал 40 тысяч тогда, в том, 2 года назад. И получается у нас 340 тысяч рублей. За 100 тысяч километров я сэкономил на газе. Даже если у меня сейчас навернется двигатель, даже если что-то случится, я за эти деньги легко могу это все починить. Да я раньше уже машину продам и куплю новую. В кредит возьму, какого-нибудь пытается, наверное. Что там дальше будет. В общем, в итоге. ТО. Ну, ТО стоит там 1200-1500. То есть одно ТО. Я проходил каждые 30 тысяч. Нужно через 20. Я проходил через 30. Рома меня ругал. Но несмотря на это, ну сколько там еще. Это там 4 ТО. Это у нас что там, 6 тысяч рублей получается. И все. Все расходы на газовое оборудование. При этом автомобиль едет точно так же, как и на бензине. На газе одинаково. При этом запахов не чувствуется. Ты не понимаешь, едешь ты на бензине или на газе. И так же точно передвигаешься. Все прелестно. Все прекрасно. Мне очень нравится. Итак. Я вам все рассказал. Все показал. Свои негодования, свои комментарии оставляйте внизу. Я все прочитаю. И возможно даже в следующем ролике я на это все отвечу. Если вам будет интересно, мы сделаем целую серию такую ответы на вопросы по газовому оборудованию. Я продолжаю ездить на двух видах топлива. Если мне куда-то ехать далеко, вообще проблем никаких нет. До Москвы у меня, в Москву и обратно выходит 5 тысяч. В Архиз это 800 километров. Мне выходит где-то там 2000 рублей, что-то такое. То есть вообще без проблем. То есть путешествовать стало гораздо проще и гораздо легче. В Дагестан я недавно съездил. Выпуск будет на втором канале. За газ я даже не считал, сколько я дал. Вообще, там, копейки, можно так сказать. То есть газовое оборудование можно вообще не считать. Так что, друзья, всем спасибо, что смотрели. Лайк поставить не забудьте. Пожалуйста, комментарии напишите что-нибудь там. Ну и все. Всем спасибо. Пока-пока.